Доброе утро, с вами Светлана Кириллова. Сегодня готовлю завертон с пекинской капустой, яйцами, также творогом, а по всем по порядку. Итак, вам понадобится пекинская капуста, около 400 граммов. И, кстати, можно разогревать уже сковородку. И пока она разогревается, нарежьте пекинскую капусту. Маленькими порциями буду сразу отправлять на сковородку и обжаривать в общей сложности около 5 минут. Пока капуста обжаривается, подготовьте яйца, отварите, почистите и нарежьте. На этот объем капусты потребуется около 3 яиц. Еще я в начинку добавлю сулугуни, около 100 граммов, натрите на крупной терке. И для того, чтобы соединить все продукты, я подготовлю еще соус творожно-сливочный. Итак, около 100 граммов творога закладываю в блендер. К нему добавляю пару ложек римчиза. Как видите, эти ингредиенты рассыпчатые. И для того, чтобы соус стал мягче, я добавлю еще пару ложек майонеза. Использую майонез «Провансаль» от Хабаровского МЖК. Это натуральный продукт с использованием сырья российских производителей. В рецептуре майонеза используется традиционная русская горчица, натуральное сухое молоко и яичный порошок. У этого майонеза короткий срок годности, потому что в нем нет синтетических консервантов. Кстати, в нем нет ни грамма крахмала, который многим используется для густоты. Итак, пару ложек будет достаточно. И солить соус уже не буду, потому что в майонезе присутствует вся нужная нам соль и вкусовые ощущения. Но добавлю чили перчик, совсем чуть-чуть, и немного лимонного перца. И перемешиваю все ингредиенты. Ну а дальше вам потребуется лаваш. Если он тонкий, возьмите два слоя. Если более-менее плотный, то подойдет и один. Вниз я наношу соус. Соус распределяю по всей поверхности, но от краев, от кончиков, все-таки отступите пару сантиметров. Дальше идет капустный слой. Следом слой из яиц. И самый последний из сулугуни. Теперь сворачиваем рулет. Итак, вам потребуется еще одно яйцо. Взболтайте его и смажьте рулет. Рулет будет запекаться при температуре 180 градусов минут 25. После того, как рулет будет полностью готов, остудите его и нарежьте на кусочки. Также можно добавить еще и зелень. Блюдо готово. Приятного аппетита!